Добрый день! Сегодня мы поговорим о ЗППП, передающихся орально, или заболевания, передающихся половым путем, которые передаются при оральном сексе. Я сейчас остановлюсь на каждом из тех заболеваний наиболее подробно. Первое – это гонорея или трипер. Он может жить постоянно во рту. Характеризуется тем, что он живет в глотке, вызывает гонорин и фаренгит, воспаление глотки и гортани, которые, соответственно, сопровождаются першением в горле, сухостью в горле, проблемой при глотании. Отличительной особенностью является повышенное количество гноя и, соответственно, устойчивость к обычным аэрозольным препаратам, которые применяются обычно при воспалении горла. Второе, соответственно, заболевание бактериальное – это хламидия или хламидиоз. Также может поражать глотку, живет тоже во рту достаточно длительное время, вплоть до многих лет. Характеризуется минимальными проявлениями, каких-то характерных человек не имеет. То есть небольшое першение, небольшая какая-то боль в горле есть, но больше ничего такого, чтобы прямо говорил, что это хламидия, нет. Дальше, такие заболевания, как сифилис, также передаются орально. Это связано тем, что, во-первых, бледная трепанема способна жить во рту исключительно долгое время. Соответственно, при возникновении первичного элемента или язвочки первичного шанкра, он вполне высокозаразен и может длительное время, до двух-трех месяцев, находиться во рту. Второе, сифилис может появляться во рту и при вторичном поражении, когда идут высыпания на теле обширное, тогда есть высыпания и во рту. Они являются также заразными. Поэтому сифилис полностью передается через рот. Очень важно остановиться на таком заболевании грозном, как ВИЧ. ВИЧ также передается орально. Более того, он передается орально более часто, чем генитально, через обычный контакт. В среднем в 5-6 раз более чаще. Это связано с тем, что во рту есть зубы, которые травмируют слизистые оболочки, соответственно, вызывают больший контакт кровью двух контактирующих людей. Отсюда и гораздо большая частота передач. Соответственно, такие заболевания, как хламидия, микоплазма, уреоблазма вполне могут жить во рту до 2-3 недель. Соответственно, они тоже могут передаваться через оральный контакт, но длительно во рту не живут. И если последующих оральных контактов нет, то через 2-3 недели они, соответственно, погибнут. При возникновении угрозы орального заражения, при ранних сроках, желательно провести медикаментозную профилактику, которая предотвратит практически все вышеизложенные заболевания. Она делается у доктора-венеролога. Однократно ртовая полость обрабатывается. Если контактировал ваши половые органы со ртом, то обрабатывается половые органы растворами серебра. Дальше делаются однократные уколчики и таблетки пьются в течение 1-2 дней. Вот это полностью нормальная врачебная профилактика, которая практически полностью предохраняет всего, кроме, ну, на ВИЧ она на 99-100% не действует, действует примерно процентов на 70. Тоже есть специальные препараты, которые разработаны. Если же прошло достаточно много времени, более 7-10 дней, то делаются анализы. Очень важно, что анализы на половые инфекции берутся мазочки изо рта. Поэтому, если произошел у вас оральный половой контакт с участием в вашей ртовой полости, то не забывать сообщать об этом венерологу на приеме и, соответственно, брать мазочки на половые инфекции изо рта. В клинике платной КВД проводится как вышеизначенная профилактика при случайном половом акте, так и лечение половых инфекций. Кроме того, у нас разработаны комплексы анализов, которые включают только те бактерии и вирусы, которые могут жить во рту, что избавляет вас от лишних трат и, соответственно, изготовление ненужных анализов. Поэтому при любой возможности орального заражения половыми инфекциями обращайтесь в клинику платной КВД к венерологу. Ждем вас в нашей клинике. Спасибо за внимание.